Британские власти начали задерживать мигрантов в рамках подготовки к их отправке в Руанду в течение следующих 9-11 недель, закладывая основу для основной иммиграционной политики премьер-министра Риши Сунака. На видеозапись, опубликованной Министерством внутренних дел Великобритании, видно, как сотрудники миграционной службы сажают мужчину в фургон, а другого человека выводят из его дома в наручниках. Закон, открывающий путь для отправки просителей убежища в Руанду, если они прибыли в Великобританию без разрешения, был одобрен парламентом в апреле. И Сунак хочет, чтобы первые рейсы с мигрантами были отправлены в Руанду в июле этого года. Британским властям важно показать работоспособность проекта борьбы с нелегальной миграцией перед выборами в муниципальные, местные и региональные органы власти, которые пройдут 2 мая. «Наш план работает. Легальная миграция, по последним данным, сократилась на 24%, число студентов иждивенцев сократилось на 80%. Но мы все знаем большую идею Легбарийской партии. Это значит отказаться от плана по Руанде, даже когда он будет реализован. Но, как сказал один из старших консультантов по трудовым вопросам Эндрю Мару, мы не можем просто прийти, отказаться от плана и не иметь ничего, чтобы можно было заменить другим». В этом году в Великобританию на небольших лодках из Франции прибыло более 7500 мигрантов, и правительство заявляет, что новая политика удержит людей от опасных путешествий через пролив Ла-Манш. Так, пять человек погибли, пытаясь пересечь границу на прошлой неделе. Ожидается, что правозащитные благотворительные организации и профсоюзы, выступающие против нового закона британского парламента, подадут новые судебные иски, чтобы остановить полеты после того, как Верховный суд Великобритании в прошлом году признал эту политику незаконной. Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. С 2018 года только этим способом в Великобританию перебрались более 110 тысяч нелегалов, несмотря на обещание консервативной партии решить проблему. Эльвин Абдулаев, CBC.